Добрый день! В прямом эфире программа «Тема дня» в студии Роман Быков. Сегодня мы поговорим об истории, но не в том контексте, как мы привыкли. Обычно мы говорим про историю примитивно к Тверской земле. Сегодня мы поговорим об истории, а конкретно о личности, которая эту историю творила. Это всем известный император Наполеон. Дело в том, что не так давно у нас в Твери прошла презентация книги об этом человеке. Вот она лежит передо мной. «Наполеон. Жизнь. Судьба». А ее автор Александр Николаевич Вихров, который является гостем сегодня нашей студии. Александр Николаевич – это наш земляк, уроженец Андреапольской земли. Мой коллега – журналист в прошлом. В дальнейшем он сделал успешную карьеру в Москве, в финансовых структурах, экономика. Его можно долго регалий перечислять. Сегодня у нас профессор МГУ и автор этой самой книги «Наполеон. Жизнь и судьба». Александр Николаевич, спасибо большое, что нашли время. Я знаю, какой вы занятой человек, сколько у вас дел, что нашли время приехать к нам в Тверь прямиком из Москвы. Специально, что называется, не то что там проездом. Если вам что-то интересно, звоните по телефону 3190. Мы сегодня говорим о Наполеоне, о том, какое он влияние оказал на жизнь Европы, на жизнь России. И вообще, а иметь ли он какое-то отношение к Тверской земле. Так что 3190, прямой эфир у нас, не забываем. Звоните, пожалуйста. Александр Николаевич, вот поясните, мне вот интересно, уроженец Калининской земли, русский человек, откуда интерес к Наполеону? Ну, знаете, я заканчивал школу, вот как раз в Андреаполе, в 1969 году, когда было 200 лет со дня рождения Наполеона Бонапарта. Ну, я считаю, что для меня это была просто рубежная дата. Ну, на самом деле, конечно, это все из школы. И, знаете, мне очень повезло на учителей, на первую очередь, на тех, которые сформировали, можно сказать, меня как личность. Это учитель русского языка и литературы, вот, Нина Ивановна Павлова, и историк Эдуард Эдуардович Шемкевич. Кстати, именем Эдуарда Эдуардовича Шемкевича сейчас назван Андреапольский краеведческий музей. Он был уникальный человек, просто как учитель, как педагог, и, я бы сказал, выдающийся историк по тем временам. Ну, а вот чисто для меня, вот, первым толчком, наверное, к изучению личности Наполеона Бонапарта послужило то, что как раз вот в школе, когда мы проходили «Войну и мир», вот, Нина Ивановна, она задала такое сочинение на тему Кутузова «Наполеон». Ну, в Андреаполе в то время телевидения не было, так, поэтому, ну, зато были хорошие библиотеки. Собственно говоря, я много читал, но и где-то я любил всякую дополнительную литературу, и где-то я наткнулся на такую, значит, фразу о том, что Лев Николаевич Толстой не очень, как бы, правильно и честно изобразил Наполеона. И вот меня это заинтересовало. Меня это заинтересовало, и я подумал, что надо что-то прочитать. И в нашей библиотеке я нашел книгу Евгения Викторовича Тарли, которая называлась «Наполеон». Она была вот до военного издания, как она туда попала. И вот это была первая книга о Наполеоне, которую я прочитал. И вот, знаете, с высоты вот прозвитых лет я теперь думаю, что, что меня тогда вот как-то зацепило. То, что это, я прочитал биографию реально жившего человека, которая сама по себе оказалась, что она удивительнее и ярче вообще приключенческого романа, чем, например, там «Одиссей», «Капитана Блада» или что-то еще. Я все время считал, что биография таких лиц, как Наполеон и прочие-прочие такие исторические деятели, она куда интереснее какого-то вымышленного романа. Скажите, ну хорошо, книгу вы написали спустя уже много лет, вот с того момента, как вы заинтересовались. Но ведь мне, вот знаете, как, конечно, человеку-дилетанту в этом плане, обывателю, кажется, ну Наполеон, ну про него, известно, все. Чуть ли не подневно, в каком он мундире ходил, что ел на завтрак, что на обед, тем более, какие он приказания отдавал там при Фридландии, там, к примеру, или там при, не знаю, Бородине и так далее. Когда вы садились писать книгу, какова была цель? Ну, по сути, у меня это было немножко по-другому. Дело в том, что я с течением времени стал собирать коллекцию, так называемую иконографическую, то есть посвященную тому человеку. Иконографическую коллекцию, посвященную Наполеону. Вот, естественно, началось это, так сказать, с книг, где-то вот, да, вот со студенческих времен, вот где я видел книги о Наполеоне, покупал их, читал и так далее. И потом, знаете, когда я был студентом, вот в Ленинградском университете поступил на факультет журналистики, вот однажды произошел такой случай. На углу гостиного двора и садовой улицы был антикварный магазин. Ну, такой роскошная витрина, такой нэпмановского стиля. Вот, ну, я проходил мимо сюда, заглядывался на витрины, никогда не заходил, ну, стеснялся. И вдруг однажды в витрине этого магазина я увидел маленький бюстик Наполеона. И знаете, что, я туда зашел. Я зашел и купил этот бюстик. Он стоил 6 рублей. Стипендия у нас была, у меня была повышенная, 45 рублей. Это немало было денег. Ну, это было... Неделю пятаться, может быть, больше. Ну, да, и с пирожками. Вот, да. И вот этот бюстик, он простенький, он у меня до сих пор есть в коллекции, он путешествует со мной всю жизнь. И вот с этого момента... Как тот Харунджи из фильма «Эскадром гусар-летучек», да, с собой начали носить персоны, как помните, там все. Да, 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 да. Ну, вот. И вот с этого вот началась вот какая-то вот другая часть моей коллекции. Коллекции, которая потом стала каким-то образом пополняться. Опять же, книги и антикварные книги в то время стоили очень дешево. И вы знаете, я по распределению вот попал на работу в «Вышний Волочок», работал какое-то время в редакции городской газеты «Вышний Володская правда». И в то время мне попадались книжки, которые, я так понимаю, еще дореволюционные, вот, которые попали вот на книжный прилавок каким-то образом еще из библиотек Прохоровых. Вот. И в этих книжках, у меня до сих пор тоже есть несколько, вот, в этих книжках были прекрасные гравюры. Ну, и антикварные книжки стоили тогда совсем дешево, и вот потом началось там гравюры, потом какие-то появились предметы, потом так-так-так пошло. И вот получается так, что я уже почти полвека эту коллекцию собираю. И у меня было несколько выставок. Вот первая выставка такая была у нас коллективная, она называлась «Мир и война» в Государственном историческом музее. И они объявили, я понимаю, почему они это сделали, они, это было в 2008-2009 годах, перед 200-летием, вот, Бородино и Отечественной войны, 712 года. И тогда вот как раз было принято решение о том, что все-таки будет музей войны 12-го года. И я так понимаю, что сотрудники ГИМа приняли это решение сделать выставку из частных коллекций для того, чтобы посмотреть, а что же у частных коллекций есть, чем можно поживиться, например, для создания музея. И была такая выставка первая. Потом уже вот в 12-м году тоже была выставка предмета из моей коллекции, которая называлась «Два императора» и была посвящена Наполеону и Александру I. Это две таких вот фигуры, вот, вот они, вот. Даже в обнимку. Да, 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 но это потом, если дойдет у нас, я немножко расскажу про этот предмет. Ну, вот, и потом, и когда отмечалось вот 250 лет со дня рождения Наполеона, это было в 19-м году, потому что Наполеон 1769 года рождения. Да, да, я решил, что мы устроим в Москве выставку. И вот эта выставка, которая так и называлась «Наполеон. Жизнь и судьба». Мы не успели сделать каталог до этой выставки, но потом, когда уже и выставка закончилась, она была с хорошим успехом, прошла французам, очень понравилась. Вот, потом, уже после выставки, мне немножко свербилось, что мы какой-то след не оставили, вот, в смысле хотели сделать каталог. А потом пандемия помогла. Появилось какое-то свободное время, и когда я стал составлять материал, а почему бы мне не написать свои, некие свои, так сказать, там, заметки, что ли, эмоциональные. Потом, знаете, да, Наполеон самый известный человек в мире после Христа. Из дозивущих людей это самый известный человек в мире. Ну, не знаю, не уверен. Ну, хорошо, Роман, а кого бы вы назвали самым известным человеком? Да много, то же самое Юлий Цезарь, что, вот, кто из них в мире, там, к примеру, ну, наши, Иосиф Сталин тот же самый, ну, Адольф Гитлер, не к ночи помянут. Вот, поэтому, знаете, а Чингисхан, извините, а Александр Македонский. Это локальные герои, Чингисхан особенно. Не знаю, не знаю. Ну, не буду с вами дискутировать. Ну, давайте так. Извиняюсь, прервемся на рекламу. Да, конечно, пожалуйста. Буквально, не переключаясь, дорогие телезрители, мы говорим о Наполеоне, если вам что-то интересно, звоните в телефону 300-190, а через три минуты. Мы снова в прямом эфире, программа «Тема дня». Мы сегодня говорим о личности Наполеона, ибо про этого великого человека написал наш земляк книгу. Александр Николаевич Викторович у нас в гостях. Вот книга «Наполеон. Жизнь и судьба». Она лежит перед нами, не так давно прошла ее презентация, в Твери в том числе. Александр Николаевич, все-таки, хорошо, вот завершая мой вопрос, вот все-таки, чем вот эта книга отличается от того, миря от этих изданий, которые за вот эти уже 200 лет написаны про Бонапарта? Знаете, я думаю, лично с новоотношением. Дело-то в том, что, ну вот представьте себе, 5 мая этого года будет 200 лет со дня смерти Наполеона Бонапарта. Человек умер 2 века назад, а его личность по-прежнему интересна. Конечно. И вызывает интерес и так далее. И абсолютное большинство книг, которые выходят сегодня, они как раз вот это уже не какие-то там научные исследования, это что-то, какое-то уже отражение мифа о Наполеоне. И я вот тогда, так сказать, посмотрел свои какие-то вещи, подумал о том, что вот есть история появления этих вещей в коллекции, есть история самих этих вещей, есть вообще невероятная история превращения Наполеона вот от, так сказать, врага, да, от врага в романтического героя и так далее. И мне хотелось высказать к этому какое-то свое отношение и поделиться теми знаниями, которые я имею. Я дилетант, я этого как бы не скрываю, я не профессиональный историк и с уважением отношусь, так сказать, к историкам. Но в эту книгу вошли вот какие-то мои личностные заметки, потом я использовал какие-то все-таки малоизвестные в России какие-то источники. Я опирался на сами высказывания Наполеона. Есть, конечно, там летучие слова, которые разошлись как пословицы и поговорки, да, но есть его письма, например, которые малоизвестны. Ну, мне показалось, что они могут быть очень интересны. Ну, вот из этого всего, вот это из мозаики, и сложилось вот еще там 250 страниц этой книги. Скажите, а говоря о мифах, а можете, к примеру, навскидку пятерку вот этих мифов назвать, которые являются мифами? На самом деле это не так. Ну, а чем с того, что, вы знаете, я не так давно читал, что, дескать, на самом деле Наполеон не был коротышкой, как принято считать. Что, дескать, там автор этого материала писал, что его рост был неправильно пересчитывается, то есть две разные системы измерения, там что-то французско-английское, и, дескать, из-за этого возникли непонятки, а то есть для своего времени, по крайней мере, Наполеон был человеком среднего роста. Это так или не так? Да, конечно. Ну, на самом деле, вот, возвращаясь к войне и миру, там, что, там вот несколько сцен, в том числе и сцену телезийского мира, которые там описывает, значит, Лев Николаевич очень, так сказать, подробно и так далее, он подчеркивает, что это маленький человечек, маленький человечек, маленькая ручка и так далее. С жирными ляжками, понимаете, как у него там вот это? Да, 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 ничего подобного. Вот, если бы я встал, то у меня рост абсолютно такой, как у Наполеона, метр шестьдесят девять. А тогда люди были ниже, чем сейчас. Да, конечно, конечно. И он был, так сказать, ну, ярко там, вот такого среднего роста. Вот. И вот, если говорить про миф, сразу же там вспоминается другая, например, про маленького Капрала и так далее. Да, да, да. Вот это все. Вот. Ну, на самом деле, знаете, это имело под собой какую-то некую почву, потому что, вот, ну, это было не буквально то, что тут маленький Капрал и так далее. Вот он, у него было вот это его гвардейцы, гвардейцы, так далее. Кстати, когда начинался итальянский поход, знаете, какое первое прозвище было у Наполеона? Вот он появился, такой, там вот эти вот гренадеры. В этой, в итальянской армии было четверо генералов, которые были старше его по возрасту, которые же побывали в боях и так далее. Они были все как один высокий, широкоплечий. И вдруг появляется... Нет, 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 это французская армия. А, французская армия, это генерал. Да, французская. Когда его назначили, когда он приехал в итальянскую армию, и вот вдруг появляется, значит, этот человек, так сказать, там, худущий, с длинными волосами, совершенно не похожий на всех других. И вот эти солдаты, гвардейцы, которые увидели его, в общем, первое прозвище его было замухрушка. Увы. Он был невероятно худ, но это тоже... А ведь это правда, ведь если вспомнить прижизненные вот эти все рисунки, гравюры того времени, Наполеон, он такой, действительно, я так вспоминаю, с длинными волосами еще, юноша, молодой человек. Да, волосы такие, у него волосы назывались, прическа это называлось собачьи уши. Вот. И он не производит впечатление коротышки? Да, но и потом, когда после вот этих, после нескольких сражений, когда он показал себя, в общем-то, командиром, вот особенно битву при лоде, когда он действительно там повел в штыковую атаку вот этих всех, вот эти вот старослужащие, старослужащие, значит, собрались и произвели его в капралы. Это был такой вот у них ритуал такой, особенно отличившихся солдат или офицеров, вот это вот старослужащие, вот у них был такой ритуал посвящения в капралы. То есть даже офицера? Да, да, да. Потому что, конечно, капрал это не офицерское звание. Конечно, но он же был генерал, он генерал, но вот они его собрались, окружили кружком, кружком и, значит, назвали его вот этим капралом. Ну вот маленький капрал с того времени пошел. А какие еще, например, парочка мифов можете привести, которые, вот мы все думаем, что это было так, а на самом деле... Ну, знаете, там тоже связано с тем, например, вот один, который отрицал сам, значит, Наполеон о том, что вот однажды он, значит, когда там ходил ночью по лагерю, он увидел спящего там солдата, взял у него ружье, тот проснулся, увидел перед собой, значит, ужаснулся, увидел перед собой Наполеона, тот сказал, ничего, отдыхай и все прочее. Наполеон сказал, что сам нет, вообще такого ничего не было и не могло быть, потому что Наполеон очень любил порядок и дисциплину. Поэтому любой полковой командующий должен как-то любить. Ну, более другие, нет, например, извините, наш предмаршал Кутузов был совсем другого толка человек. Ну, любил поспать, поесть и прочие удовольствия жизненные. Ну, и прочее, понимаете, конечно, жизнь, она обросла всякими легендами, но надо сказать, знаете, еще что, что Наполеон сам придавал очень большое значение тому месту, которое, в общем-то, он займет в истории. Он занимался этим практически всю жизнь. Конечно, конечно. И вот эти вот там вещи, которые там, да, например, многие из них, они, в общем-то, родом-то вот именно оттуда. Ну, вот возьмем, давайте вот возьмем. Да, конечно. Вот, смотрите. Вот. Это Наполеон на Аркельском мосту. Да, тот самый эпизод, который вдохновлял Андрея Балконского. Да. А вы знаете, что это было на самом деле? Вот, кстати, про мифы. На самом деле, вот первая подобная ситуация была в битве при Лоди, которая действительно была тем, что он вот поднимал штуковую атаку своих и так далее. Лоди это было весной, а вот на Аркале они казались осенью. Вот, видите, какая такая романтическая какая-то вещь. Я потом скажу сейчас историю про эту тарелочку тоже. Вот. А что тут было? Вот они пришли, на той стороне австрийцы, да, такая же абсолютная ситуация, надо брать мост. Вот, Наполеон пытался повторить. Там, сказать, он действительно там рванул вперед и так далее, но их атака была отбита. Наполеон упал с этого моста в болото, он едва не утонул, его, в общем-то, вытащили, вот его гвардейцы. Вот тут вот показано, вот его адъютант просто защитил его собственным телом и, в общем-то, был убит и все такое. И после, как бы, вот этой вот атаки, которая так ярко здесь написана, о том, что вот она... Давно она описана. Да, но, знаете, еще почти двое суток продолжался бой. И, в общем-то, вот эта атака ничего не произвела из себя. Но это был первый... Наполеон, вот, уже во время итальянской кампании, заказал молодому художнику, Антуану Санагро, заказал свой портрет и предложил ему тему именно вот эту. Вот, что он в Нарпельском мосту. Неудачная атака свалилась с моста в грязь. Но он всегда создавал собственную интерпретацию событий. То есть, те самые мифы в том числе. Конечно, конечно. И вот, и в результате мы имеем вот этот знаменитый, знаменитый портрет, да, такой вот Наполеон романтический. Изот этот знаменитый. Да, он в генеральском мундире, с шикарным бантом. Ну, и здесь вот тоже видно, что он тут, на самом деле, знаете, вот еще из болота, говорю. Еще раз. Ну, вот. Вот так и потом этот портрет, он стал одной из самых тиражируемых, вообще-то сказать, там, да, изображений Наполеона до сих пор. Вот когда он в роль романтического героя. Ну, вот. А вот эта тарелка тоже, знаете, это интересно. Эта тарелка из коллекции князей Монако. Князья Монако, они считают себя дальними русскимию Наполеона. И в их роду был дедушка нынешнего князя Монако, у которого была потрясающая коллекция, который собирал коллекцию иконографическую, связанную с Наполеоном. Ну, там были какие-то вещи фамильные, там много очень разного такого документа и так далее. И у них музей был. Прямо вот там во дворце Гримальди, Гримальди был вот в левом крыле, был музей, несколько залов. Я, когда бывал в Монако, всегда, конечно, любил туда заходить. Потому что, знаете, что греет сердце коллекционера? Это тогда, когда ты видишь в экспозиции какие-то вещи, которые есть у тебя. Вот. И однажды мы приехали с приятелем по делам. Вот, значит, там в Ниццу доехали до Монако. Специально я хотел показать ему этот музей. Мы подходим, стоит гвардейц, там мы говорим нам музей, они говорят, музей закрыт. Я говорю, как, сегодня не понедельник? Нет, музей закрыт вообще. Ну, мы пошли в гостиницу, погуглили, выяснилось, что нынешний князь Монако решил распродать коллекцию, распродать этот музей. Ну, его трудно чем-то как-то, так сказать, упрекнуть. Он сказал, что пусть эти вещи разлетятся по миру, по миру, а я на этом месте хочу создать музей своей мамы, Грейс. Ну, тоже такая трагическая судьба, его мама, там все такое. Да, и вот Фонтенблоу, напротив дворца, в котором жил Наполеон, там находится аукционный дом, и там было три огромных аукциона, на котором, конечно, продавались очень дорогие вещи. Самая из них, это шляпа Наполеона, которая была за 2 миллиона евро продана. Ну, тарелочки, конечно, стоили значительно дешевле, но все-таки они вот из этой коллекции, коллекции вот такой. И вот такого, кстати, еще обратите внимание, что именно Наполеон был родоначальником того, что мы можем назвать агитационным фарфором. Вот. Началось это во время французской революции. Фаянсовые были какие-то тарелки, но они были в основном, знаете, с какими-то слозунгами, одно, другое, третье. А при нем вот эти мануфактуры стали делать такие, тиражировать вещи, и в отсутствие фотографий, гравюры и вот эти произведения декоративно-прикладного искусства, они выполняли роль распространительной информации. То, что нам всем хорошо знакомо по посуде советской 20-х годов. Да, 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 да. Вот. Хорошо. Все-таки, говоря о Наполеоне, тоже еще вот то, что нас всех учат со школы, миф не миф, ну, что вот эти, знаете, знаменитые высказывания, когда я захвачу Киев, я возьму Россию за ногу, когда Петербург за голову и так далее. То есть, дескать, он хотел захватить Россию, там, может, не всю, ну, как-то, по крайней мере, разгромить, расчленить по частям и так далее. Но при этом, известно его высказывание, что, дескать, меня вынудили воевать с Россией. Если бы они, русские, не нарушали условия континентальной блокады, да я бы не пошел на Россию. Скажите, вот так или не так? Был ли телезит вот тем Брестским миром, как 1939 года, то есть отсрочка от войны? Или, действительно, если бы мы выполняли все условия континентальной блокады, он бы не стал воевать с Россией? Ну, что я могу сказать по этому поводу? Ну, первое, это, знаете, вот, в жизни Наполеона Россия сыграла, конечно, роковую роль. Я, кстати, хотел, я выставку даже, у меня одно из названий было такое, такое назвать, там, «Наполеон, русский рок». Но вот самая первая история, история Наполеона с Россией заключается в том, что в возрасте 20 лет, 20 лет он просился на службу в нашу армию российскую. Ну, у него такой был сложный период, он, так сказать, бестал. А, чего, не взяли? Бестал, да. Да. Наша миролюбивая страна, она все время воевала. Да. Да, и на самом деле, из всех вот этих, значит, войн наполеоновских, наполеоновских войн, которые он вел, только две из них, и не касающиеся, так сказать, нас, были начаты по его инициативе. А еще восемь, восемь, это была инициатива, в том числе и нашей страны, если уж говорить о войнах. Вот. И намерение, намерение России, можно говорить, вот первая история, это была с тем, что он не поступил в армию. Был такой генерал Заборовский, который вербовал, ездил, так сказать, по Европе и вербовал офицеров в российскую армию. И вот как раз в 89-м году в армию просились двое французов. Один из них был уже, так сказать, там постарше, уже воевал, его взяли. Взяли, он сделал карьеру, он стал генералом, генералом и командующим нашим Черноморским морским флотом, между прочим. Один из них. А вторым был Наполеон. Наполеон был в чине лейтенанта, а он хотел майора. Ему сказали, нет, ты будешь поручиком, потому что как раз вот перед этим брали повышение. У нас не было звания лейтенанта, лейтенанта. Да, да, да. Ну, собственно говоря, его... Поручик ведь не соответствовал, на самом деле. Да, да, да. Ему вот этот генерал Заборовский, он, значит, ему предложил, что вот давай как послужи-ка в этом чине. Он, Наполеон, в общем-то, от этого отказался. Это генерал Заборовский, он пережил войну 1812 года, был уже стариком и, в общем-то, до конца своей жизни переживал, что у него вообще на самом деле были полномочия, он мог бы дать ему чин. И, конечно, Наполеон при его талантах, он бы, конечно, сделал большую карьеру, ну, был бы крупным генералом и так далее. Ну вот, и вот он переживал то, что он, так сказать, там с ним обошелся. Ну, граф Ростопчин говорил, что он своими глазами видел этот документ, как бы, прошение Наполеона. Эта история интересовалась Александр Первый, когда он приезжал в Москву, он с Заборовским разговаривал по этому поводу. Вот это первое. Вторая история, что когда Наполеон вот в самом начале, как бы, на грани веков, вот буквально, так сказать, за месяцем перед убийством Павла Первого, значит, Наполеон и Павел Первый обменялись письмами. Причем это было не ответ на какое-то письмо. Эти письма, как говорится, встретились в пути с предложением, так сказать, мира и дружбы. Мы же воевали просто тогда с ними, причем мы винились с турками, вот это взятие Корфу как раз. Да, конечно, но, понимаете, и вот здесь вот встретились эти два письма, где они там раскланились друг перед другом и предлагали друг другу союз, который мог бы состояться, если бы не убийство Павла Первого. Убийство Павла Первого, это заноза была... Вы согласны, что это на английские деньги? Ну, я думаю, да. Вот, но это была заноза вот потом в отношениях Наполеона и с Александром Первым, который, в принципе, никогда его время от времени он ему это, значит, там, демонстрировал. И вот, ну, потом следующая вот эта история про Тирзитского мира, вот это, да, перешагнем то, что было, значит, перешагнем то, что вот он стал, значит, императором, императором и так далее. Перешагнем то, что было Остерлиц. Фридланд. Да, Остерлиц, потом... Прессишин Лао. Прессишин Лао, потом, значит, Фридланд и вот оказывается армия, значит, оказываются две бескровленные армии и так далее, и возникает вот эта вот история, связанная с Тирзитом. Это была временная передышка или Наполеон, заключая Тирзит, думал, все, вот замирились с русскими, все? Вот, знаете, вот Тирзит, вот это просто вещь, которая вот из моей коллекции, вот это, видите, В обнимку с Александром Первым. Да, это миниатюра, вот видите, она посторонняя, это они встретились на Немне, посреди реки, вот это вот все, вот такая вот вещь, которую я купил в Москве в Арбатском переулке. Это просто как эта жемчужина, что ли, моей коллекции, у нее есть своя отдельная история. Ну, если говорить по поводу Тирзитского мира, вы знаете, вот Наполеон по поводу Тирзитского мира говорил так, он, как и многие другие люди, играл, значит, в карты, играл в 21. И он говорил так, примерно, про это, что мы с Александром Первым остановились на 20. Вот, если вы играете в карты, вы понимаете, что, да, что вот у вас в руках 20, а следующая карта, это уже перебор, что там могло произойти дальше, и так далее. Если 21, может быть, ну да. Да. А, ну хорошо, ну и все-таки, что он... Нет, дело в том, что первое, это у него были, конечно, явные совершенно намерения замириться с Россией. И все? Нет, нет, не только. Вот, смотрите, во время, это же было не при мере, был заключен военно-политический союз. А это было значительно больше. Ну, из-за чего возникали войны, особенно в те времена, когда не было вот такого вооружения. Терки все были вокруг границ. У нас с Францией не было никогда общих границ. Да, и нету. Да, не было, и это вот уже создавало некие условия и так далее. Потом Наполеон тогда уже принял решение о том, что он расстается с Жозефиной и так далее. Он хотел, и понятно, у него был интерес престола наследия, появление того наследника и так далее. И у Наполеона было четкое, яркое, выраженное намерение. Намерение, значит, упрочить вот этот вот союз браком, династическим браком. Со знаменитой Екатериной Павловной. Да, да, и вот эта тема как раз возникает. Это были серьезные намерения? Конечно. А не просто, ну, что-то подумал, завтра передумал. Нет, нет, нет. Это было очень-очень серьезное решение, потому что он должен был подняться до уровня какого-то вот... Ну, многие не воспринимали, как брата королей, все же короли друг другу брать, а он, дескать, какой он король, он обычный бывший лейтенант. В том-то и дело, и учитывая вот эти все возможности ресурсные России и так далее, и это было очень серьезное дело. Но вы знаете, как к этому отнеслись? А почему все-таки наши отказали? А? Почему наши ему отказали? Ну, вы знаете, здесь был ряд причин. Но я бы, вот если честно говорить, вот так, дилетантский подход какой-то там, все. Здесь амбиции сыграли, конечно, большую очень роль. Чьи? Ну, наши, дома Романовых. Ну, какой-то к нам... Екатерина Павловна сказала, ну, это же ясно, строки из его письма о том, что я лучше выйду замуж за последнего стопника, чем за этого корсиканца. Там, в некоторых интерпретациях, там, вот это, значит, там, что даже за это корсиканское чудовище. Она была ярой антимбонопартисткой. Она просто вот с ненавистью относилась к этому. И когда только начали прощупывать вообще вот там дорожку к ней, она подходила ему ко всем статьям. И, собственно говоря, жениться по любви, никто, 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 никто из этих людей... Ну, конечно, это нормальное дело. Вот, да, это первое. Первое. И потом, ну, знаете, что там сразу же ее там быстренько отдали за Георгия Орденбургского. Да, да, за Георгия. И отправили в Тверь к нам. Там еще была история. Когда Наполеон узнал о том, что, значит, о свадьбе, значит, вот этого Георга Орденбургского, интересно, ему принесли, значит, портрет этого Георга Орденбургского. Он посмотрел на него и сказал, так ей и надо. Почему? Потому что Георгий Орденбургский был, как они, значит, там писали, он был, значит, малого роста, лыс, да, прощав и говорил невнятно. Но, тем не менее, вот Екатерина Павловна его полюбила. Они, ну, и вот у них состоялась, значит, свадьба в девятом году. В девятом году вот они переехали, да, в Тверь и так далее. А, и вот эта вот история, история их, Герцога теперь Орденбургского, вы знаете, что сделал Наполеон после этого. Да, Наполеон его аннексировал. И на самом деле это формально, это формально, вот это послужило вот поводом для войны. С Россией? Да, 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 потому что тогда наши, значит, вот после того, как аннексировали это, так сказать, вот княжество, княжество и так далее, вот и начались вот эти большие тюрки, которые привлекли к войне. Именно из-за этого. То есть, вы думаете, всего лишь за отказы Екатерины Павловны он вступил на русскую землю с войной? Нет, но там еще была вторая история. Это вот это вот первое связано, вот это было формально... А СССР поучитая сконтинентальная блокада? Да, конечно, конечно, но вот эти вот, он же пытался потом, когда он понял, что с Екатериной Павловной ничего не получается, он же пытался еще предложить руку Анне Павловне. Тут уже ситуация была такая, что впрямую и так вот, как бы, так вот, значит, уже отказать ему не могли. И тогда Александр Первый, он, значит, сказал, что вот пусть решение принимает мама. А мама сказала, хорошо, мы подумаем об этом, отдадим вам жену ее, но она очень еще маленькая. Подождите, два года, ей было 14 лет Анне Павловне. Но на самом деле, честно говоря, в этом был резон, потому что и она, как мать, вообще-то сказать, она была права, потому что девочка-то была... Наполеон спрашивал, спрашивал, значит, у нашего дипломатического представителя Петербурга, какая она. И он писал ему, посол писал ему, что Анна Павловна уже полгода вполне оформилась как женщина, там одно, другое, третье. Хорошие там слова. Ну вот, но мама-то была права, почему? Потому что две сестры, сестры Анны Павловны, между прочим, отданные замуж в юные годы, умерли при родах. Вот. Ну, факт то, что вот это все не состоялось, Анна Павловна сложилась судьба, она даже королевой Нидерландах после этого была. Но вот эти вот, я считаю, что эти двени, вот эти несостоявшиеся вот этот династический брак, брак, он во многом повлиял, потому что этот отказ, который происходил на виду всей Европы, он, конечно, его глубоко уязвел. И было понятно, что это все рушится, рушится, и вот это привело к войне. Ну, хорошо, но принято все равно считать Наполеон, гений, Наполеон, гений, Наполеон, гений. Но кампания с Россией была неудачной, и дело даже не только в генерале Морозе. Ведь известно, что ее армия, вот эти 440 тысяч, которые пересекли Неман, они, наверное, две трети расставили уже в районе Бородина. То есть, потому что, фактически, с первых месяцев они столкнулись с тем, что территория огромна, малонаселенная они, как Европа, фуража, провианта нету. Потому что он вроде бы был заготовлен. Когда французская армия обратно прорывалась, то уже, то есть, ну, высунулся, на закладах полно всего было там. Заготовлено около России, вблизи с Россией. Почему он это не учел? Почему он это не учел? Все это, почему разведка не доказала, что это не Европа? Дороги плохие, крестьяне бедные, их мало, по сравнению с Европой, густонаселенной. И чем кормить вы собираетесь, ваше величество, ваше 440 тысяч? Ну, здесь столкнулись, как говорится, там, две тактики. Дело-то в том, что, собственно говоря, Наполеон не собирался вести большую войну. Да, он собирался разбить их при границах сражений, но вот увидите, русские уходят вглубь. Ему должны были доложить ваше величество, мы не можем пойти за ними. Опять-таки, кормить-то нечем. И так же у кавалерии были большие потери еще даже на переходах к Смоленску. Ну, вот, знаете, ну, эта история, она, конечно, во многом там... О чем он думал? Более... О чем он? Ну, он же гениальный полководец, а полководец должен думать о снабжении войск. Знаете, Роман, я вот, когда читаю литературу художественную о Наполеоне, вот, меня всегда там, ну, смешат как раз о том, что, например, когда пишут там, Наполеон там вышел из кареты, походил, и он думал. И дальше вот какие-то его мысли. К сожалению, о том, чем бы думал Наполеон, о чем он думал. Не то, что оставалось на бумаге от него, вообще бы, конечно, никогда никто не узнает. Ну, это про всех исторических деятелей. Но, тем не менее, на ваш взгляд, о чем он все-таки думал, когда вел армию, огромную армию вглубь огромной страны? Ну, вот, он, знаете, на мой взгляд, это уже было, вот, как вам сказать, это было начало вот некой болезни с названием тирания такая, да, вот это вот, когда он стал меньше прислушиваться к другим, когда он стал вот эти какие-то вот уже решения, так сказать, принимать какие-то там самоличные. А его отговаривали? Ну, конечно, конечно, ну, и, собственно говоря, там, вот, было много факторов, которые на это влияли. Вот, я думаю, что вот это связано с тем, что некоторые решения он принимал уже, так сказать, ну, как вам сказать, как человек, немножко оторвавшийся от действительности. А вам не напоминает эту игру в покер уже упомянутую, когда, ну, не выпало 21, ну, можно все, выйти из игры, ну, дайте еще карту, а вдруг сейчас получится. И вот он так шел, сейчас не разбил русских там где-то в районе Беларуси, ну, сейчас Споленский разбил. Вот не разбил, ну, еще шажочек, вот там точно их доконают. Слушайте, я, я, значит, мне очень понравилась вот эта, так сказать, вот эта часть, как вы это все обрисовали, можно я вас это позаимствую? Когда я буду встречаться в следующий раз с кем-нибудь, я вот это использую, потому что мне кажется, что это очень образно, образно и понятно, что это, в моем представлении, это было именно так, но я подчеркиваю, что я дилетант. Хорошо, вот вы уже упомянули, что он мог попасть в русскую армию, я вас слушаю, думаю, а вдруг бы у нас не получилось в итоге Суворова нашего, который наш великий полководец, который не выиграл все сражения, не проиграл ни одного, наши города и так далее. А мне интересно, а что думал Наполеон о Суворове? Ведь он наверняка как военный следил за успехами, за нашими успехами в войнах, с Турцией, конечно же. Потом, да, он завес в египетских песках, а Суворово все его плоды побед уничтожал в Италии. Вот, потом этот героический переход через швейцарские все эти Альпы. Что он думал о нашем полководце? Ну, вообще... Известно что-то? Вообще интересно то, что Наполеон, во-первых, интересовался русской историей. Вот. Наполеон интересовался русской историей, и, между прочим, перед тем, как пойти на Россию, он изучил биографию Петра I, очень высоко отзывался о его гении и так далее. Суворово он относился с очень большим уважением. Все-таки, да? Да, с очень большим уважением. И, на самом деле, это, как может быть, считается так, о том, что вот одной из причин его возвращения из Египта, хотя там, конечно, много было всяких, да, это как раз, да, то, что вы уже упомянули о том, что все вот эти завоевания итальянские, в общем-то, благодаря Суворову были, так сказать, там, были отбиты у французов и все прочее. Ну, и потом вот этот сам, то, что он повторил этот вот путь, путь через Альпы, да, он относился, но Суворов известно, как к нему относился. Суворов просто считал его богом, полубогом. Уже тогда, когда он только начинал еще свой итальянский поход, как шагает этот юный Бонапарт, и у Суворова, помните, было еще гениальное предвидение, что если это все ему сопутствует, все, пока он военачальник, но если он ударится в политику, то он погибнет. Он написал письмо Горчакова в свое время, да, Суворов. Вот, так что, и вы знаете, я хочу вам сказать другое еще. Дело-то в том, что вот этот период наполеонских войн, при всем прочем, что народу погибло немеренно. Конечно. Цена, как говорится, я считаю, когда цена амбиции дома Романовых, то есть войны 1812 года, это миллион человеческих жизней. В сумме. Да. То есть, да, вот эти походы. Наших и французов. А, и наших и французов. Ну, Наполеон-то в этом плане, вы же знаете, как он говорил, типа, когда ему говорили, какие потери, когда он вернулся во Францию, погубив великую армию, он говорил, а что там французов-то было 150 тысяч, дескать, не такие же великие потери, а большая часть это же эти немцы, все эти баварцы, гессенцы, австрийцы и так далее. Ну, было и такое. Так вот, но все-таки, знаете, это был период, вот, наполеоновских войн, это все-таки был последний, последний период, который, сказал бы, рыцарских войн. Совсем с другим отношением друг к другу, к противнику. Вот эта вот история, которая в свое время, которую Наполеон покорил в свое время Павла I, заключается в том, что он, знаете, он захваченных в плен русских солдат и офицеров, 7 тысяч человек он надел, значит, за свой счет в военную форму, вернул им оружие и отправил в Россию. Вот какие были жесты. Ну, а с другой стороны, вся эта история с русскими пленами при отступлении из Москвы, все это тоже, поскольку, когда вот они все равно, им сами было есть нечего, они мерзли, но они гнали вместе с собой этих пленных, а когда во имя экономии боеприпасов приказ был оставивших добивать штыками, и вот это как? Ну, это война есть война. Ну, так отпусти, ты, знаете, все время, когда я читаю, ну, тебе есть нечего, вам и так скорее бы уйти, вас пленные задержат эти, вы чешите скорее на Запад, потому что и русские нагоняют, генерал Мороз тоже подгоняет. Отпустит этих пленных, оставь, ну, что за выгонка было их тащить с собой? Ну, вот, отпускали тоже. Отпускали, да? На самом деле, знаете, одно из преступлений, которое, как бы, человечество не может простить Наполеону, заключается в том, что когда, вот, во время египетского похода, вот, когда были, вот, были казнены, казнены больше трех тысяч пленных. Вот. А вы говорите, рыцарство. Вот, да. Да, и вот эта история, которая, ну, объяснялась это тем, что, как раз, объяснялась это тем, что первый раз, когда они взяли одну крепость, французы, да, они взяли этих пленных, в плен и их отпустили. Потом, когда они взяли, взяли вторую крепость, выяснилось, что часть людей, которые они отпустили, опять воевала против них. Французы это восприняли как нарушение, честного слова. Да, но на самом деле, знаете, там вообще проблема-то была, что кормить того, такой орау было нечем. Ну, страшная эта история, которую пытался он все время объяснить Наполеону, который вот все-таки ему как бы... А говоря о мифах в Египте, правда все-таки, что это французские пушкари отколотили нос этому сфинксу, упражняя стрельбе? Да нет, конечно. Вот это один из таких устоявшихся мифов. Да, 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 нет, конечно. Я тоже думаю, Наполеон, человек, читавший Плутарха и такой варвар. Нет, ну, вы знаете, человек, который взял, он, значит, вот, египтологов, те ученых, которые стали потом египтологами, который взял с собой в эту экспедицию ученых, и когда он убежал, будем так говорить, из Египта, кого он забрал? Он забрал свое ближайшее окружение и забрал ученых всех. Всех вот этих. Ну, а вы знаете, что, когда во время битв, которые происходили там, да, была команда ослов у ученых в середину, они становились в каре, солдаты, да, а в центр ставили обоз и ставили ослов, потому что без вьючных животных было невозможно передвигаться там и так далее, и ученых, чтобы они погибли. Но вот в нужный момент, конечно, там еще и артиллерия у него была, в нужный момент эта каре раскрывалась, и артиллерия лупила по этим, по-моему, милюкам, которые вот были на лошадях, они были потрясающие вообще, и наездники, и воины. Но вот это было столкновение, если говорить про Египте, это было столкновение армии, все-таки организованной 18 века, со средневековой, почему они, собственно говоря, так милюки там и пострадали. Он их потом взял к себе, в том числе, в состав Великой Армии. Ну да. Скажите, у нас до очередной рекламы осталось немного времени, мне вот интересно отношение к Наполеону самих французов. Вы знаете, когда я был в Луаре, там есть такой зал, посвященный великим победам в истории Франции, начиная с Хлода и Гвеликого, но большая часть картин посвящены Наполеону. Но все заканчивается последней одержанной победой, вот дальше, как будто в том КВНе, не было ничего дальше. Не было, то есть, соответственно, ни Малая Рославца, ни Ватерлоу. Почему-то вот все заканчивается только на победах. И у меня сложилось впечатление, что до сих пор для них он кумир, потому что они не хотят смотреть на его поражение, на его вот эти неудачи. Так или нет? Ну, что касается вот этих побед и так далее, да, конечно. Победы были, но почему все на них, вот эта галерея заканчивается в этом зале? Ну, и не только в этом зале, вот на всех, так сказать, там мемориальных каких-то грамюрах и так далее. Все, последнее, что у него есть, это Москва. А как будто дальше ничего не было. Да, вот. Но так. Ну, а чем вы это объясняете? Чем вы это объясняете? Он до сих пор для них кумир, для французов. Нет, вы знаете, во Франции отношения тоже двоякое. Ну, как и везде, наверное, как и у нас. И до сих пор продолжаются как бы споры, и вот особенно каким-то юбилейным датам они все время там обостряются тоже. Вот я вам могу привести пример. Был юбилей, значит, того Стерлицкого сражения, да, Стерлицкого, ну, явно выигрышного для Франции. Да, триумфальная победа. Однозначно тогда. В это время президентом Франции был Жан Ширак. Вот. И, в общем-то, Ширак своим, так сказать, указом запретил юбилейные торжества в честь Стерлица. А мотивация, он как-то мотивировал? Вот. Ну, о том, что это дело прошлое. Ну, и что? Дело прошлое. А парад проводить по поводу дня взятия Бастилии, это не прошлое? Да, ну вот, тем не менее. И вот и сейчас, кстати говоря, вот тоже все это обостряется. День 250-летия Наполеона не праздновали в Париже практически. Все праздники были в Аяче, где он родился. Понимаете, вот отношение такое неоднозначное. И, кстати говоря, нынешний президент, он тоже как-то так остерегается, пока высказывается по этому поводу. Ему придется. Придется, потому что все-таки 200 лет со дня смерти Наполеона, вот это, так сказать, это такая значительная дата. Но вот, они больше всего, больше всего эта власть боится, что их, значит, будет увлекать в бонапартизме. Понятно. Хотя... А у них политкорректность. Хотя, да. Хотя, вы знаете, и других лидеров, лидеров считают, так сказать, руководителями бонапартизмского поселения. Ну, это известно такое объединение. Мы снова прервемся на рекламу. Три минуты не переключайтесь, после которых мы подведем итоги нашей программы. Мы снова в прямом эфире, программа «Тема дня». Мы говорим сегодня о личности Наполеона, ибо книгу об этом великом человеке «Наполеон. Жизнь и судьба» написал наш земляк Александр Николаевич Вихров, профессор МГУ, экономист. Александр Николаевич, давайте все-таки еще раз про коллекцию. У нас осталось буквально меньше четырех минут. Вот чем вы больше всего гордитесь этой вашей коллекцией, хотя, дорогие телезрители, далеко не все есть те встречи, которые есть у Александра Николаевича. Это просто он на эфир нам любезно согласился провести. Чем вы гордитесь больше всего? Ну, знаете, хоть и говорят, что коллекция обычно считается не по штукам, а про значимость и так далее. Вот в двух словах про значимость, например, вот этот медальончик. Знаете, удивительное дело, несколько лет назад в Амстердаме была выставка в эрмитажных залах так называемых. Это выставка нашего эрмитажа в Амстердаме. Она называлась «Александр Наполеона Жозефина». И я поехал посмотреть эту выставку, и когда я туда зашел, увидел огромные такие вот планшеты. На этих планшетах вот такие же, такой же тип изображения. Александр I с Наполеоном I в обнимку. Я бросился на выставку до, думаю, у меня вещи эрмитажного уровня. Я бежал на эту выставку полностью и увидел, что там много всего предметов разных, но такого нет. Когда я подошел поближе, посмотрел на его, я увидел, что это мой экспонат стал как бы вот этой, да, визитной карточкой вот этой выставки. У него есть тут вот две точечки, которые я специально не отдаю реставраторам, чтобы вот эти вот. Вот, понимаете, и вот представьте себе, в Эрмитаже три с половиной миллиона экспонатов. Казалось бы, есть все, а такого нет. И вот это, если это говорит про значимость коллекции. Ну, знаете, каждая, наверное, эта вещь там дорога. Но вот мне хотелось бы, ваше внимание, на что обратить? Вот на то, что, например, культ Наполеона никто никогда не насаждал. Понимаете? В отличие от вот других всяких дел. Вот никто. Это все чистая инициатива. Вот, видите, узнаваемый. Узнаваемый. Это кто-то стрепил себе Наполеончика, себе на продажу ли. Но это было обусловлено тем, что к этому, вот эта вот штука, она свидетельство интереса народного. Мундирование у русских напоминает. Вот. Красная обшлага, зеленый цвет, русский генерал. Да, и вот, ну, вот смотри, вот это вот. А, нож, да, с винделем, опять-таки, я вижу, Н. Да, это нож из походного набора Наполеона. А, то есть, это уличный. Ну, да, из его походного набора. Вот. Вот это вот интересно, вот, когда мы говорим про то, что, какую роль сыграл Наполеон, да, Наполеон сказал, что, конечно, военные сражения уйдут далеко, а вот кодекс мой гражданский останется. Это гражданский кодекс, вот, да, свод этих правил, по которым, кстати говоря, и наше современное, наше вот это вот законодательство построено тоже, и европейское все. Точно так же, как европейская банковская система вся вышла из банка Франции, которая была основана Наполеоном. Или вот эта потрясающая вещь. Вот, смотрите, вот это ордена почетного легиона. Это вот орден, который, вот это вот орден 1804 года. Он из золота офицерский. Когда Наполеон стал императором. Да, вот, он офицерский, он там золотой, сомалью, это, так называемый, самый редкий, первого типа, который вручал лично Наполеон только. А вот это вот, вот эти вот, видите, вот здесь с коронами, это уже при королях, которые его сменили. Но оставили награду. Да, так и вот, и до сих пор, это орден почетного легиона остается, остается вот такой, внесословный, остается главной наградой Франции. Это вот о том вкладе, который вот Наполеон внес. Что у меня здесь еще примечательно, которое вам привыкли? Больно полминуточки. Да, смотрите, да, это пушка сына Наполеона. Вот это, когда уже после падения, как говорится, там, Наполеона. Вот это не Наполеон, это человек, который сменил его на троне. Ну, смотрите, вот память вам о Наполеоне. Видите? Такая шпилька Людовика XVIII. Да, 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 да. Король тыква, тыква вот эта. Знаете, когда вот король вошел в очередной раз на престол, ведь был белый террор, и вот за эти вещи можно было платиться головой. Ну, и вот еще несколько вещей, которые показывают. Вот, например, вот эти замечательные вещи, которые свидетельствуют. Причем русское производство человека. Да, 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 вот это, смотрите, Кузнецовский. Наш знаменитый, дорогие телезрители, Кузнецовский фаянс, Конаковский фарвар, как все знают. Вот, да, вот, видите, история их уравняла, Александр I и Наполеона. Все-таки. А нас уравнивают в правах, мои уважаемые коллеги, по ту сторону студии. Они нам говорят, что эфир закончен. Дорогие телезрители, мы сегодня говорили о Наполеоне. У нас в гостях был наш земляк Александр Николаевич Вихров, исследователь, любитель и вообще большой поклонник этой величайшей личности в истории человечества. Александр Николаевич, спасибо большое, что нашли время. Спасибо вам за интересный разговор. Это была программа «Тема дня». До новых встреч и интересуйтесь историей. Редактор субтитров А.Семкин